Основная причина нарушений технологий – неумение руководителей и специалистов организовать работу на должном уровне. А я бы сказал – нежелание. Зачастую мы готовим специалистов, у которых нет никакого желания работать на селе. Такой выпускник через два года, принеся не столько пользы, сколько вреда хозяйству, уйдет в другие структуры. Мы об этом не единожды говорили. Поэтому приучайте в сельхозвузах студента с первого года к ферме и к полю, чтобы он знал, куда он после окончания вуза придет. Правительство должно выстроить оптимальную систему. Для поступления в аграрные вузы необходимо ежегодно отбирать абитуриентов, знакомых с сельским укладом жизни, с деревней, производством. Именно их нужно направлять на целевую подготовку в учреждении высшего и среднего специального образования. Я поручал в лучших хозяйствах, прогресс, вертелишки и так далее и тому подобное, создать школы и направить туда по 10, 12, 15, а может быть по 6, 7 перспективных молодых ребят, которые будут ходить следом за ребяка с утра до ночи, которые увидят настоящее производство, к которому мы стремимся. И мы их дошлифуем за полгода, ну максимум за год, не обязательно, чтобы они постоянно там были. А на пиковых мероприятиях, посевная, уборочная, заготовка, кормовая, другие технологические приемы, они определяют сами, где им быть и сколько быть. Научить их, у ведущих руководителей, стилю работы. В каждой области должны были быть созданы такие школы. У нас таких предприятий достаточно даже в Витебской области. Претензии в этом вопросе к производственникам. Вам, как заказчикам кадров для села, надо непосредственно участвовать в подготовке будущих работников и не только такими методами, о которых я только что-то сказал. Организовать для них хорошую практику, дополнительное обучение с учетом потребностей конкретного производства. Создать необходимые условия периода учебы и на старте производственной деятельности. Вы же посмотрите, сегодня переходим на цифровую экономику и эти айтишники просят от одного, разрешите нам профинансировать собственных средств, подготовку специалистов в государственных вузах для нас в большем объеме. Я что-то не услышал от вас таких предложений. Поэтому я хочу услышать, как министр собирается вместе с губернаторами решать вопрос формирования стабильно кадрового корпуса для решения проблем села. Очень часто вместо того, чтобы помочь разобраться с причинами, тормозящими развитие хозяйства, оказать им содействие, предпочтение дается замене руководителей и специалистов. Только в 2017 году в сельхозорганизациях отмечено 273 таких случая. Лидер здесь, Гомельская область, где в прошлом году заменили каждого третьего руководителя. Ну, заменили, наверное, надо было заменить, но кадровая чехарда, когда в течение двух-трех лет, а иногда одного года в хозяйстве меняется по несколько руководителей, как правило, завершается провалом. И никто за это не отвечает. Ни губернатор, ни председатель райисполкома, ни помощник президента, инспектор в области. Безусловно, кадровые вопросы не решить без повышения престижа труда на селе и совершенствования системы его оплаты. Требованы будут требовать своевременные выплаты заработка нашим работникам. Поставленная задача по повышению его уровня относится и к сельскохозяйственному сектору, а может быть даже и прежде всего к этому сектору. Не такие там богатые люди, а вкалывают больше, чем мы, горожане. Но деньги, конечно, должны быть заработаны.